Продолжается матч с фанатом игровой зоны плейчесс. И снова у нас ферзевый гамбит. Наверное, я не пойду в этот раз венский вариант. Что-то мне в прошлый раз не совсем понравилось. Играя слон Е7. Да, основной в четыре самый противный для черных ход. То есть тут довольно простая игра. Обычно играют С5. Получается, да, вот эта вот закрытая структура. С6. Б6. А5, слона А6 потом. Да, только я надеюсь ничего не перебуду. Здесь Б5 не выигрывает на месте. А судя по скорости реакции, именно что выигрывает. Как это неприятно. Что же делать? Позиция просто безнадежная сразу. Вообще, конечно, лучше бы я, наверное, играл бы венский вариант. Потому что там хотя бы... За то, что вариант очень опасный для черных, я хотя бы понимаю, что происходит. А здесь, как вы видите, умудрился... Прогреть партию, просто не приходя в сознание. Ладно, сыграю кун Е4. Пытаюсь найти компенсацию за коня. Да, если сейчас соперник исполнит сильный ход А4, то шансов никаких. Он это делает. Ну, просто без фигуры. Попробую побороться. Да, ну, мало того, что без фигуры еще и очень-очень плохая позиция. Белые могут практически любые ходы и абсолютно ничем не рискуют. Может, не стоило поменяться на С1? Все-таки. Сделаю. Ну да, но все равно белые за счет лишней фигуры легко перехватят контроль над этой вертикалью. Так думаю, и без проблем победят. Уже я ФЦ6 играть не могу из-за коня 7, к сожалению. Это означает, что я не могу перехватить вертикаль, а это означает, что скоро придется сдаться. Поэтому застал от ладью на С4. Чтобы хотя бы в случае ладь от С1, ФЦ6, ладь от С4 я взял пешкой. Но, сами понимаете, что как было абсолютно безнадежно, так и остается. ФСД3, хорошее решение, конь Д2 после этого грозит. Ну, я, к сожалению, ничего с этим сделать не могу. ФЦ6. Да, конь Д2, очень гадо. Теперь он все делает. Пытаюсь активизировать все фигуры, которые у меня есть. Фигур мало. Да. Хотя на ладь от С1 последует Б3. Хотя проходные какие-то. Может быть соперник просто сейчас посчитает все вряды и заберет на С4. Нет, он последовал. Я попробую. Попробую создать контрольную игру. Как можно быстрее. Б3. Конечно, сейчас есть ход ФЦ4. Ну, это уже что-то. Это уже хоть какая-то проходная. Слон Д6. Тонкая ловушка, видимо. Тонкая ловушка, тонкая ловушка. Но не могу ли я наказать за это? Б2. Кунь А3. Ладь от С1, Кунь А4, Ладь от Д1. Все, взяли, взяли. Давайте попробуем. Кунь А3, Ферзь Ф1. Ферзь Ф1. Нет, явно не работает. Да, моя идея была очень красивая. Видимо, она, конечно, не сработает. Но, тем не менее. На Ка3 ладь от С1, Кунь С4. И просто ладь от Д1. Если Кунь Б2, взяли и взяли слона, у меня лишняя пешка. Хотя, может быть, позиция нечейная. А если он сейчас возьмет слона, то у меня проходные бегут. Как в бессмертной партии Актуэта Санс. А пока я хочу взять слона. То есть, не так-то легко белым бороться с этим всем. Да, удивительный поворот, если честно. Я не вижу с последних белых. Потому что еще эти пешки ограничивают слона. То есть, даже непонятно как... Вообще ничего непонятно. То есть, безнадежно. Два Ферзя сейчас пройдет. У нас соперник пытается что-то сделать. Но С1 Ферзь просто. И Ферзь вернется на С6 и придется сдаться. Ну, всем спасибо за внимание. А мы продолжим матч с нашим соперником. По-моему, концовка в этой партии получилась очень интересная. Субтитры создавал DimaTorzok